Несколько лет ковидных ограничений, к счастью, вовсе не отбили тяги наших сограждан к путешествиям и поиску новых впечатлений. Правда, с одной поправкой. В период действия санкций и закрытых границ многие обратили свое внимание на внутренний туризм. И не пожалели. Люди отправляются в поездки по всей России, в том числе и в нашу Тверскую область. С каждым годом в Верхневолжье появляется все больше точек туристического притяжения. В свою очередь, областное правительство оказывает поддержку объектам туриндустрии региона. Что это за помощь и кто ее получает в сюжете нашего корреспондента. С введением санкций и закрытием границ планы на отдых у многих отечественных туристов кардинально поменялись. Те, кто привык отдыхать за рубежом, начинают присматриваться к отдыху внутри страны. И Тверская область с ее достопримечательностями и природными красотами, а также удобным расположением между Москвой и Санкт-Петербургом, имеет серьезное преимущество по сравнению с другими регионами. Как отмечают эксперты, сложившаяся ситуация – хорошая возможность для развития индустрии внутреннего гостеприимства. Мы все с вами понимаем и замечаем, что для стратегического развития нашей страны и нашего региона в том числе важен именно внутренний туризм. Поэтому государство приветствует такое развитие. В 2022 году в Тверской области ожидается рост туристического потока до 2,6 миллиона человек. К слову, начиная с 2016 года количество туристов, посещающих Верхний Волжье, увеличилось более чем на 80%. Вопросы организации летней туристической компании в Тверской области обсудили на селекторном совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Игорь Руденя. По многим направлениям у нас ожидается существенный рост внутреннего туризма. У нас с вами сейчас открывается огромный потенциал по возможности привлечения часть денег на территорию нашего региона. Мы прекрасно понимаем, что для нас эти деньги, которые мы можем привлечь через увеличение туристического потока, это вопрос развития инфраструктуры, это возможности малого и среднего бизнеса, который работает на территории нашего региона. Сейчас в регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки туриндустрии. Это льготные кредиты на открытие гостиниц, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящиеся туристической инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых туристических маршрутов и объектов турпоказа. Разрабатываются новые меры для ательеров, рестораторов и туроператоров. Совсем недавно в Старице с помощью региональных субсидий открылось сразу два новых музея – пекарского дела и фарфора, керамики и стекла. Первым мы открыли музей пекарского дела. Мы собрали очень уникальную коллекцию чугунных вафельниц, которые, ну, они не были у нас, не из нашего региона, скажем, металла у нас нет, но тем не менее мы очень долго коллекционировали, собрали с разных регионов, и она очень интересна, потому что она дореволюционная. В музее представлены формы для куличей, кексов и кисельницы. Как рассказывает Алексей, это достаточно редкие экспонаты. Отдельно представлена коллекция предметов для изготовления хлеба. Музей фарфора, керамики и стекла. Коллекция представлена на двух этажах. Это столовая посуда, в основном царская, дореволюционная. Как и наши, так и европейские заводы, но большинство наши. На втором этаже у нас представлен отдел стекла и посуды такой, как для аптеки. Интересные бутылки, которые использовались. Они все были с гравировкой. Надо заметить, что Тверская область становится туристической мекой в ЦФО. Наш регион знаменит своими культурными и историческими достопримечательностями. Лесами, озерами и реками. К слову, многие не знают, что в регионе расположены, например, целебные источники, а также уникальные объекты архитектуры. И впервые открывают для себя и их возможности. Что касается гастрономии, то во многих местах туристического показа широко представлена традиционная кухня. Наш регион, например, известен давно полюбившимися и популярными среди туристов базами отдыха. Орлинг и Сокол, а также пала с отелем Селигер. А в нескольких километрах от областной столицы расположилась турбаза Верхневолжская. Здесь можно насладиться красотой нашей русской природы, хорошей традиционной кухней и просто провести выходные, отдохнув от суеты мегаполисов.